Важные события из жизни большого города. Новое асфальтовое покрытие, парковочные карманы и спортивные площадки. Строительство детского сада на Ташкентской вышло на финишную прямую. Остались последние штрихи, благоустройство прилегающей территории и внутренняя отделка помещения. Всего несколько месяцев назад на месте уже отстроенного здания велись подготовительные работы. Необходимо было учесть все пожелания жителей Кировского района. Дошкольные учреждения на этом участке планировали возвести еще в советские годы при строительстве микрорайона, но не успели. Территорию тщательно подготавливали к строительству. Расчищали от снега и избавлялись от аварийных деревьев. Рабочие не только возвели объект и планируют сдать его вовремя. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающих к саду территории. Меняют забор, асфальтовое покрытие, прокладывают парковочные карманы и обновляют тротуары. Благоустройством жители района довольны. Многие малыши, проживающие в ближайших домах, в будущем году смогут пойти в новый уютный детский сад. Полностью закончен фасад, полностью закончена кровля, ведутся массированные отделочные работы внутри. Проговорили, смотрите, как у него практически все материалы необходимые есть. Двухэтажное дошкольное учреждение примет 132 ребенка в возрасте от года до 7 лет. На первом этаже обустроят три группы для самых маленьких от года до трех. На втором разместят детей постарше. Также здесь будут находиться залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога. А для удобства маломобильных граждан уже обустроили безбарьерные зоны и лифт. Отдельно позаботились о детской и спортивной уличных площадках. Они будут оборудованы безопасным резиновым покрытием. Мы хотим единым ковром вместе с детскими площадками зайти в эти беседки. И чтобы ни зимой, ни летом не рассыхались, ни швов, ни падали, ничего не царапывались. Глава добрый, поэтому постараемся это выполнить. Продолжается строительство детского сада и в Октябрьском районе города на улице Подшипниковой. Готовность объекта составляет более 70%. Ранее здесь был расположен ведомственный заброшенный детский сад, который принадлежал Министерству обороны России. Здание демонтировали, так как оно не соответствовало новым современным требованиям. Подрядчик вышел на объект в конце 2020 года. В дошкольном учреждении создадут три разновозрастные группы и две специализированные, предназначенные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутического спектра. Детский сад сможет принять 112 воспитанников. Мы видим динамику в этом детском саду, видим количество людей, количество техники, какие были договоренности с подрядчиком, они все выполняются. Детские сады на улицах Ташкентской Подшипниковой планируют сдать в эксплуатацию в декабре. Их отстраивают в рамках нацпроекта «Демография». За три с половиной года в регионе появились 40 детских садов. Еще 10 планируют открыть до конца 2021 года. В общей сложности это позволит создать 14 тысяч новых мест для дошколят, в том числе для детей до трех лет. Дополнительные места появляются не только в муниципальных и государственных учреждениях, но и в частных детских садах, которые получают для этого субсидии с федерального и регионального бюджетов. Параллельно строительству дошкольных учреждений ведутся работы и по возведению второго корпуса школы на пятой просеке в Октябрьском районе города в рамках нацпроекта образования. Новая школа рассчитана на 850 учащихся с 1 по 11 класса и 75 дошколят, в том числе детей ясельного возраста. Напомним, первый корпус школы на пятой просеке открыл свои двери для учеников 1 сентября этого года. Он рассчитан на 600 мест и обучение в нем предусмотрено в две смены. Возведение объектов образования контролирует глава города Елена Лапушкина. Сведения от строителей мэр получает в ежедневном режиме. Также Елена Лапушкина каждую неделю посещает с проверками строящиеся здания. Реализация проектов стала возможна благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Открытие второго корпуса школы решит множество вопросов, связанных с обеспечением учебными местами ребят, проживающих в районе пятой просеки. При этом применяется комплексный подход. На объекте предусмотрено благоустройство территории. Здесь появятся новые проезды и тротуары. Завершить строительство зданий переменной этажности планируют в самые короткие сроки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова